Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Это седьмая серия сериала Подкидыш, психологического триллера с элементами боевика. И мы сегодня хотим взвесить... О, все прибежали. Наших Подкидышей. 55-й день им. Вот здесь их почему-то нет. Значит, они все спрятались в тень. И как мы будем их с вами оттуда в АК лопывать, неизвестно. Так. Ага, не к той мамке-то убежали. Глуп? Или к той? Так. Вы тут четко понимаете, где у вас мама, где кто? А? Сластяшки. Милая, не слушают тебя, да? Убегают дети? Ну что это такое? А ты и выйти не можешь, да? Сколько вас там? Так. Один, два, три. Четыре. Все. Все там? Все на месте? Мои малышки. В гости ходили, да? К другим птичкам маленьким. Ладно. Так, вы все на месте? Вас посчитаем? Большухи, все, вы уже не сможете вылезти через эту сетку? Закончилась ваша гулянка? Вот, если их выманить из-под курятника. Выманивай, но ты... А, вот, смотри-ка. Нужно просто вот так вот поделать. А не пожрать любят. Сейчас выйдут все. Надо же, слушай, я только что не видела их вообще. Они там сидят с той стороны. Ну, все, хватает, сейчас будем взвешивать. Нет, я как-то самого крупного. А где? Давай курицу пока взвешу, да? Давай. Лови какую-нибудь. О, все, тащи ее, сейчас я бегу. Так. Готов? Так, у нас очередной забой. Сегодня 55 дней, мы начинаем забивать. Вот, раз такая пьянка пошла, то нужно сейчас взвесить и сравнить подкидыши и нашу забойную птицу. Это, напоминаем, рост 308. Сними, что по нулю. Все, Болгария и птичка, это из одного вывода. Вижу. 2,540. 2,540. Это курица? Это курица. Курицу убираем. Да. Вот еще одна корочка из подкидыши. Мы сейчас ее тоже взвесим. Мне она показалась покрупнее. Нет, смотри. Что, клюв-то открыт? Или это та же? Я просто перепутал. Возможно, это та же, я просто перепутал. Ладно, петуха пойдем вылавливать. Пошел. Все, он у тебя? Ты поймал? Да. Так, по нулям все. Так, вот, по нулям. Петух подкидышный. Выглядит он как квазимода. Страшный ужас. Так, 3,535. 3,540. Ну, пусть, 3,535. 3,535. 3,535. Так, десын, не обосри нам новый. Он, мне кажется, приготовил. Ой, страшный он, конечно, ужас. Все, зопыню гигантский. Там зерно. Да. 3,540. Что, трепец? Ты пошел за другими? За нашими? Да. Так, сейчас пока Сашка принесет петушков и курочек. 55 дней, которые сегодня в забой идут. Прилетела. Прилетела, ага. Ну, птица, в конце концов. Так, поехали. Так, это курица. На откорме которых я сидела. Тихо, тихо, тихо. Весы новые не своротят. 3,270. 3,270. За, тыс. Так, петух. Петух. Из бролерного курятника. 3,725. Угу. Записывай. Сейчас еще один будет петух. Угу. Чш-чш-чш. Да что ты будешь с ним делать? Телап, ты можешь подобрать? 3,620. Угу. Так, ну все, достаточно, я думаю. Да, да. Все понятно. Это тоже петух 3,620. Так, вот еще девочку принес. Она такая, внешняя, самая маленькая. Ну, не самая маленькая, но мелкая по сравнению с другими. Угу. Давайте ее для чистоты эксперимента тоже взвесим. Угу. Тихо, стой. Два девятьсот тридцать пять. Да, это маленькая девочка. Птица, которая находилась на откорме в приклеточном содержании, ну, незаметно, но превышает по весу ту, которая находится в общем курятнике, там, со всеми несушками в одинаковых условиях, ест зерносмесь, мешинки и так далее, и тому подобное. Значит, им сегодня 55 дней, ели они ПК-5, да? Сначала. Да, до 21 дня в этот раз. Потом ПК-6 они ели, в данном случае до, получается, 45 дней. И пять дней была смесь кукурузы-пшеница и комбикорм ПК-6. И последние где-то пять-четыре дня они чисто зерносмесь, кукурузы и пшеницы едят. И вот, посмотрите, такие тушки вот мы имеем. Вот. Все, убирай, чтобы мухи тут не обсиживали ничего. Вот она моя сладкая, уселась. Уселась. Все. Здравствуйте. У нас нерадостное включение. Один из наших подкидышей скоропостижно скончался. Причины, как известно, становятся, видимо, не после вскрытия. Вот их осталось четверо. Это здесь три, где-то один там ходит, бродит. Самый большой петушок. Не знаю, чего не пережил. Взвешивание ли? Или судьба у него такая? В общем, непонятно, что случилось, но попадение, по-моему, прямой кишки у него случилось. Вот. Но вскрывать я буду все равно, поэтому обязательно расскажу. Так, показывает вскрытие, что у птицы было внутреннее кровотечение. Видите, кровь уже загустела, но вот это все кровь. С чего вдруг у нее было внутреннее кровотечение и откуда в кишках, это вопрос. Потому как столько крови не бывает. Еще к тому же желудок очень большой. Раза в три, наверное, больше, чем у птиц, которые сейчас идут в забой. Так, печень. Ну, в печени я криминала не вижу. Откуда такое кровотечение большое, я даже не знаю. Не могу пока сказать. Сердце. Сердце нормальное, крепкое, плотное. Значит, наше взвешивание не произвело на него ненужного впечатления. И сейчас посмотрим, что легкие. Так, легкие. Нет, легкие, в принципе, нормальные. Ну, короче, вскрытие показало, что пациент умер от кровотечения внутри. И вот выпадение прямой кишки вследствие чего, видимо, как. Желудок крепкий, плотный. В желудке ни по темнению, ничего нет. Песок, камушки, зернышки. Все как полагается. Остатки травки. Это клетчатка. Все хорошо. Вот еще, что хочу показать волеуслучая. Вот представьте себе, что это тушка. Ну, мы с вами знаем, да, что это падеж. Представьте себе, что она ощипана. Ощипать ее, в общем-то, при брулябле не составляет никаких, да. Разогреть в шпарчане, там попробовать как-то перосъемкой, потом дощипать. Вот отличная тушка. Тем более, на этот брюлер вообще полуголый. Особый пиранит. Я хочу, к чему вообще вас, ваше внимание это привлечь? К тому, что мясо абсолютно белое. Видите? Не думайте, что если курица, не спущена кровь или еще что-то подобное, то мясо будет красное, или вы это увидите, или обнаружите. Вы это никак не обнаружите. Я сейчас разрежу грудку вот так, и покажу вам мясо изнутри, какого цвета. Смотрите, вот показываю вам, какого цвета мясо. Оно абсолютно белое, светлое. Я вам скажу, что даже бывает правильно забитая тушка, мясо-то и порозовее. А здесь вы никогда не обнаружите, что это тушка безвременно почиевшей курицы, а не забитой для вас там порядочным фермером. Поэтому, пожалуйста, относитесь внимательно к тому, у кого вы мясо покупаете. Потому что в наше современное время собственные потери ценятся куда выше, чем ваше здоровье и долголетие. Эта грудка годится только, чтобы варить щи нашим курам. Заменитель мясокоски из мертвых коров. Рогов копыт. Вот такое мясо значительно все-таки для кур лучше. Но без спущенной крови. Но внешне вы никогда этого не поймете. Вот мои малышечки уже на ночь укладываются. Все под мамочкой в гнезде, в ящике. Все хорошо, отлично. Вот постарше подросточки, да? Все тут как тут. Что-то открыто-то у тебя. Тьфу! А вот интересующие. Здесь еще лица. И не только лица. Да уж. Вот от этого я чувствую, может быть, угроза. караул. Все, я ухожу. Жарко вам? Ну, жарко, девки. Всем жарко, что делать? Не кондиционер же вам вешать. А вот он, маленький голубочек такой у нас. Это как раз с подкидышами породная птица. Это мини-легорн. Такая она аккуратненькая крошечка. Вот у нас девчоночка подрастает, маленькая. И осталось четыре подкидыша. Один, второй, третий и четвертый. Вот этот, кстати, голошейка, если помните, которого потрепали сильно. Совсем в маленьком возрасте. Он очень уперился и один из самых пушистых. Вот подкидыши два у нас сидят вольготненько под сеткой. Где-то еще два... А, вот там один точно. Вот там вот. Не видно его, да? Вот эта вот крупная спинка. Еще где-то один бродит, ходит. Ну, ладно. В общем. Ага, значит, все у вас тут прекрасненько. Орлы летающие. Так, песочек есть, травка есть, водичка есть. Корма, такое ощущение, что батька на месяц куда-то собрался ехать. Ну, ладно. Сейчас посмотрим малышей карандашей. Чего ты стонешь? Твой цыпленок, да? Ты потеряла цыпленка? Все, что? Можешь плакать. Минус один. Все, у тебя три осталось. Но я не могу вас по-другому закрыть никак. Ну, что это такое, а? Не выходите сюда. Блин. Милая моя. Вот так вот. Вы все целы? Но вы уже не пролезаете в эту сетку. Что же с вами делать? Вас что, местами может менять, чтобы те маленькие не выскакивали, а? Ну, как так-то? Все, сидите. Я вас умоляю, не вылезайте сюда, засранцы. Ну, ладно, не плачь, мила моя, не плачь, солнышко. Нет, нет, не найдешь, моя зайка, не найдешь уже все. Господи, что-то одни потери прям. Ужас. Выстрелилась очередь. Сюда идите, девчонки, они сыворотку очень любят пить. Свежую сыворотку только после творога, как стек. Вот, поставила им одну ведерко, и вот еще одну ведерко поставлено. Девочки, что вы все там-то встолпились, мои? Ну, пейте, вот больше всего надо. Ты у нас самые большие потери кальция несешь, конечно. Мосявки мои. Мосявки на творожка положить. Давайте, девочки, сами. Вот, давайте, давайте, да, туда, 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 туда. Так, сегодня 60 дней нашим подкидышем. Вот такие вот бройлеры у нас ходят вместе с обычной птичкой. Так, подкидыши у нас опять терпят потери. Скоропостижно скончался еще один вот такой вот крупный бройлер уже. А мальчик, мальчик, их осталось три. Вот один, вот второй. И вот там за колонной не видно, наверное, третий. Вот там сидит. Обижать их никто не обижает. А перицы, они уже оперенные все остались. Как раз опять потеряли мы с голой попой бройлера, который совсем прям почти без перьев. Эти все в пире. Этих бройлеров никто не трогает. И причина скоропостижной гибели мне снова же не ясна. Буду вскрывать, смотреть. Это уже становится тенденцией. Нет, безусловно, не сверх большая птица. Конечно же, на комбикорме она выросла гораздо больше. И сейчас уже их ровесников, которые сидели в клетке, их братьков с сестренками из одного вывода, подзабой уже завершен. Так, и что это такое? Опять малыши-карандаши. Слушайте, ну что с вами сделать, а? Так, это мамаша. Это мамаша. И два цыпленка. Где третий? Где третий цыпленок? А, он к той маме побежал, да? Один, два, три. За ней ходят четыре. Четыре и пятый маленький. Так, мамаша, если ты сваливаешь, я всех посажу к этой маме. Так, караул. А, она их гулять повела, нормальная? Ну и все, дама. Я вот так, пожалуй, сделаю. Если ты не понимаешь, что их нельзя еще выводить, то значит я это пойму за тебя. Это что такое? Ты куда пошла? А, все, дверь закрыта. Вот теперь рвись, как хочешь. Ага, рвешься? А кто разрешил сваливать-то? Ага, все. Ладно, в таком быть тебя пущу. Пущу тебя, засранку. Заходи. Блин, вот это, конечно, отсутствие условий. А теперь черный. А, он пришел. Смотрите, пришел домой, а мамы нету. Да, зови, зови ее, засранку. Малышечка моя. Малышечка ты моя. Иди ко мне скорее. Малышечка нет. Только на улицу не выбегай. Забегай, забегай, забегайте. Домой, домой, домой. Ну вот, непредназначена эта сетка для вас. Я понимаю, вы выскакиваете. Карандаши. Сейчас мама придет. Подождите. Сейчас придет. Где ты? Иди. Домой иди уже. Заходите. Иди заходи. Как ты, кстати, вылезла? Вот так и залезай. Все, рыжик твой будет жить с той мамой. Иди сюда. Сюда подойди. Да уж, короче, этот загон не предназначен для этого размера цыплят, конечно же. Они сейчас чуть подрастут, перестанут вылезать в эти ячейки. Но пока вылезают, мамаша мужественно, короче, за ними там шествует, видимо. А они прорезают в любую из этих ячеек. И никак зафиксировать это дело нельзя. Вот большие уже не вылезают в ячейку. Все. Нижнюю часть мы закрывали дополнительно чуть-чуть. А сейчас они уже по-любому не пролезут в эти квадратики. И не убегают поэтому. Я даже не знаю, рыжего маленького пересаживать. Он и в эту ячейку прорезет, и в эту. Других ячеек городить мы не хотим. Потому что, в общем-то, эти загоны не для этого существуют. Это уж я так решила, что их можно так использовать. Но на самом деле они для отсаживания петухов или для небольших семейных пар, что называется. Так, где маленький рыжуха? Иди ко мне. Мамаша, отда мне вон того, не твой. Хотя, вот смотрите, два рыженьких с недели разницы. Какие разненькие, да, по размеру сразу видно. И большие его малыша не обижают. Ладно, короче, отдавайте мне его быстро. Смотрите, какой славный крикун. Ты славный крикун. Маленький ты славный крикун. Ты девочка у меня или мальчик? Ты девочка или мальчик? Ну-ка, признавайся. Ой, какой ты хорошенький. Давай, прорезай быстро к мамочке. На. Дуреха, забирай своего. Как ты уже пролез... Как ты... Ты точно... Как ты... Так. Застряли. Придется тебе похудеть. Подождем, когда ты похудеешь. Нет, 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 давай обратно. Все. Ну вот, смотрите, по идее, уже не должны вылезать. Уже еле пролезли. Так, ну чего? Все, ты довольна? Все, иди куда ты там. Хвост у тебя, конечно, как у павлина. Очень красивый. И не вылезайте сюда, рано. Сметана, ты куда смотришь? Дети в скороварку залезли, все грязные. Боже... Божечки ты мои. Да, белые коты точно не для деревни. 62 дня, и опять наш подкидыш добавил мясокоски нашим курам. Мохнатый, волосатый. И почему он тут сидит, вопрос неясный. Короче, подкидышей осталось два. Я не думаю, что есть смысл вообще их держать. Какой-то прям как рубеж у них 60-дневный. Вот так вот. Привет всем. Короче, у нас опять неприятная ситуация с утра сложилась. Пришел я в курятник кормить кур. Вот тот маленький наш, где не сушки содержится. И в углу, значит, лежал бровер. Очередной, третий уже подкидыш наш. Им сегодня... Какое сегодня число? 62. Да, 62 дня. 62 дня им. Те, которые в клетках, мы их и убрали уже на ту неделю, значит. А этих вот оставили понаблюдать, как они дальше будут набирать вес. В общем, третьего мы потеряли. И сейчас уже мы походу склоняемся к другой версии гибели. Думали, что они подыхают. Да, и потом уже куры начинают расклевывать их. Потому что предыдущие два подкидыша были с следами расклевыва на задницах. Но не такие явные, да, как будто бы вот как они начинают расклевывать задницу в крови там вот и... Не клаака была расклевыва-то. Аккуратно, знаете, получается аккуратно вытащены кишки. Вот так вот я бы сказал. Вот, и сейчас, похоже, вот по признакам вот этого, последнего, третьего, кровь у него есть на следы крови на хвосте. Что похоже, его рано утром наши несушки загнали в угол и просто заклевали до смерти. Вот, и когда он уже сдох, лежал он на животе, получается, у него уже потом начали расклевывать... Брюхо. А, сустав, крыла, да. А, крыло. Крыло. В общем, вот такие невеселые известия. Ну, понятно, что, значит, содержать бролеры уже, да, даже вот так вот выгольно нужно отдельно от несушек. Вот, объясняю, не кидайте в нас тухлыми яйцами сразу, потому как эксперимент этот именно на это и нацелен. Выяснить, как можно вот в простых условиях содержать, можно ли в общем стаде содержать с несушками или нет. Похоже, что нет. Поэтому, чтобы выяснить точно, значит, мы оставляем тех двух, отсаживаем их в клетку, в выгуле отдельно от несушек. Ну, они будут с несушками, но и в отдельной клетке, чтобы понять, будут ли они дохнуть дальше, да, то есть, сдохнут они по той причине, что у них какое-то заболевание внутренних органов, либо они сдохнут, потому что их просто тупо заклевывали, получается. Вот, так что, в общем, мы вот так вот принимаем решение вот так поступить. Посмотрим, что будет. Мы днем вот наблюдаем, ни разу не видели, чтобы их клевали. То есть, все это происходило, видимо, в наше отсутствие. Рано утром. Рано утром это происходит. Выгул у нас, выгул открыт, бройлеры ночи ночуют у нас на улице. Ну, этот эксперимент, мы как бы с ними морально-то расстались. Мы не для того, чтобы там это мясо съесть и дошли, то... Ну, хотя, согласен, что если с ними в запертом пространстве что-то случится, повторение истории, значит, дело не в несушках будет, уже явно. Значит, дело не в раскрове, я же сказал об этом. Да, значит, не в других курах дело. Поэтому, значит, это какое-то у них собственное... гибель от собственной какой-то болезни. Рубеж в 60 дней, да? Рубеж в 60 дней какой-то, да. Критический возраст, как у людей в 40. Вот, короче, это. Посмотрим. В общем, вот так все печально. Оставили. Обалдеть. Это ворон? Да. Это ворон разбирается. Сашка, лови его. Он практически по размеру такой же, как бройлер. Заменим одно на другое. Посмотрим, кто кого расклюет. Ворон несушек или несушки ворону. Ой, какой он гигантский. Мама родная. В сказках детских такой ворон рисуется. Помнишь, когда? Когда? Когда прилетает какая-нибудь злая баба-яга, превращается в ворона. Баба-яга здесь живет. Что ей прилетать? Спасибо, любимый.